Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня я буду проповедовать на тему «Бог, измени меня». Не знаю, как вам, но мне трудно поверить, что на дворе уже 2020 год. Иногда нам кажется, что Новый год будет лучше предыдущего, только потому, что начинается что-то новое. Ведь это Новый год. Но на самом деле во многом именно от нас зависит, каким будет Новый год нашей жизни. Я могу вас уверить в этом из собственного опыта. Последние пару лет были для меня тяжелыми, и по своей наивности, всякий раз в начале года я думала, этот год будет лучше. С годами я начала понимать, что каждый год готовят в себе определенные вызовы. И будет что-то, чего мы не ожидали, и о чем даже не думали. Поэтому сегодня мое послание. «Бог, измени меня». «Бог, измени меня». Потому что, может, ваши обстоятельства действительно в этом году улучшились. Слава Господу за это. Может быть, ваша жизнь сейчас выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году. Слава Господу. Но, возможно, вы входите в Новый год с мыслями «О Боже, как мне пройти все это?» Снова проблемы. И я молюсь. «Господь, измени меня». «Измени мое сердце, Господь, чтобы в любых обстоятельствах я помнила, что Ты со мной, и Ты за меня, и что нет ничего в моей жизни, что застигла Тебя врасплох. Ты снарядишь меня и поможешь мне в каждом шаге, и я все смогу преодолеть». Библия полна интересных историй. Их рассказал Иисус. Они называются притчами. Иисус рассказывал притчи, чтобы помочь нам понять, что из себя представляет Царство Божье. Интересно, что, несмотря на то, что Библия – древняя книга, да, она написана много веков назад, но все эти истории, описанные в его притчах, точно так же применимы к нашей жизни сегодня, как были тогда. Истории Иисуса были не просто о культуре, об определенной народности или людях определенного социального статуса. Они говорили нам в самое сердце, показывая, что мы из себя представляем как люди. Сегодня для своей проповеди я взяла одну из притч, и я уже проповедовала на эту притчу, но я надеюсь, что это слово поможет вам и поможет мне, поможет нам войти в Новый год и в новое десятилетие в нашей жизни. Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. Мы должны напоминать себе, что это слова самого Иисуса. Он говорит очень интересные вещи. Итак, Матфея, 25, 14. Иисус говорит, как поступит Сын Человеческий. Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. Одному он дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его способностям, а сам уехал. Получивший пять талантов, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще пять. Получивший два таланта, тоже приобрел еще два. А тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые доверил ему хозяин. Прошло много времени, и вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. Человек, которому было доверено пять талантов, принес и другие пять. «Смотри», — сказал он хозяину, — «ты доверил мне пять талантов, и я выручил еще пять». Хозяин сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга». «Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». С получившим два таланта и умножившим, произошло то же самое. И дальше, давайте проскочим, на того, кому доверен один талант или мешок серебра. «Господин», — говорит он, — «я знал, что ты человек суровый». Всякий раз, читая эту историю, я напоминаю себе, что это говорит Иисус. «Так вот я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сел, и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит». Хозяин же ответил, «Злой и ленивый слуга». Помните, что это говорит сам Иисус. «Значит, ты знал, что я жнул, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью». Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10 талантов. В связи с этим я призываю вас сделать все, чтобы 2020 год отличался от предыдущего. Вы спросите, при чем здесь Новый год? Я попытаюсь объяснить первое, что мы должны сделать не кто-то, а именно мы. Мы должны прекратить обвинять во всем других. В нашей культуре популярно бросаться обвинениями, и мы, верующие, попали в эту ловушку. Мы словно передаем пас. Как только у нас возникает чувство вины, мы тут же перенаправляем. «Я так сделал из-за них. Это виноваты они. Я таким вырос, потому что меня так воспитали. Я не получил повышения по вине моего начальника. Все это потому, что я вырос в том городе или в том районе». Недавно мы со Стивом обсуждали один вопрос. Я отреагировала на одну вещь определенным образом, и он сказал, «Вот видишь, ты всегда так реагируешь». Он сказал, «Это не со зла, но меня это очень задело. Возможно, у вас тоже так бывает. Раз, и что-то вас ранит». Вы понимаете? Я не стала обдумывать свой ответ, я сразу же выпалила в ответ на это. «Это потому, что ты всегда делаешь то-то и то-то». Он был потрясен. Что? Меня само потрясло то, что я произнесла. Но такие вещи могут происходить с нами каждый день. Мы перенаправляем стрелки, особенно если нас задели за живое. Я сражалась в одной из сфер своей жизни и обвиняла его за то, что мне не удавалось с этим справиться. Я решила, что все это происходит по его вине. Ну, надо же. Я сама удивилась. Откуда во мне эта склонность валить вину на другого? Стив был прав, заметив мою защитную реакцию. И это часто происходит в нашей жизни. Мы склонны защищаться. Мы бросаемся обвинениями в адрес собеседника или оппонента. А ведь зачастую они говорят правду нам в лицо. Но мы просто не хотим смотреть правде в глаза. Мы не хотим признавать, что они правы, что нам нужно проработать эту сферу. Но мне хочется, чтобы в этом новом 2020 году все было по-новому. Бог, помоги мне. Измени меня, чтобы я не включала ту же защитную реакцию. Нет нужды постоянно отбиваться от людей. В тот момент я вдруг поняла, Стив любит меня, он посвящен мне и нашей семье. Почему же я постоянно нападаю на него? Разве не так это действует в нашей культуре? Мы в гневе выпаливаем наши аргументы в разговоре с сотрудниками или соседями. Еще до того, как реально на это появляются причины, мы привыкли атаковать. И я молюсь, Боже, измени нас. Дай нам по-новому ухватиться за то, что Ты говоришь в Своем Слове. Дай нам доверять Тебе в каждом дне нашей жизни и молиться так, как мы еще не молились. В нашей церкви только что закончился 21 день поста и молитвы. Те из вас, кто в этом участвовал, скажите, правда ли это было чудесно? Я хочу вас ободрить церковь. Раньше мы не входили в столь долгий пост. И, скорее всего, мы снова сделаем нечто подобное ближе к концу года. Но разве не в молитве мы нуждаемся больше всего? И все же мы делаем это неохотно. Нам это нелегко. Я могу сказать, что я говорю о себе тоже. Мне, как и вам, жизненно необходимо приходить к отцу и взывать Божие, испытай мое сердце. Потому что в основном мы поступаем в жизни так, как удобно нам. «Господь, войди и просвети то, где еще есть тьма, те комнаты моего сердца, где я нуждаюсь в изменениях». И я молюсь, Господь, измени меня, очисти мое сердце. Прошу тебя, Иисус. Потому что судить других и обвинять других очень легко. Мне нравится Матфея 7.5 в переводе «Пэшн». Сначала распознайте и разберитесь со своими собственными слепыми зонами. И тогда вы сможете справиться со слепой зоной своего друга. И это правда. Второй шаг. Чтобы сделать 2020 прекрасным годом, нужно взять на себя ответственность за то, что доверено мне Богом. Когда я думаю об этом нерадивом слуге, первое, что он выпалил – «Я не заработал тебе больше денег, потому что ты суровый начальник». То есть он как бы обвинил во всем своего Бога. Раньше я часто думала о том, какой у меня строгий начальник. Не сейчас. Сейчас Стив – мой босс. Но были времена, когда я работала на женщину, с которой было крайне сложно иметь дело. Я думала, вот это да, она еще и замужем, бедный ее муж. Но легко обвинять ее в том, что в моей работе были какие-то промахи. Легко решить, что все это сугубо ее вина. И Бог работал со мной, чтобы я научилась относиться к ней с любовью. Я хотела вырваться оттуда, а Бог хотел, чтобы я через это прошла. У Него была своя цель, а я сопротивлялась. Но я ведь не видела высшей цели. Думая о нерадивом слуге, я думаю о нас, когда мы обвиняем Бога в какой-то трудности в нашей жизни. Поэтому второй шаг – взять на себя ответственность за то, что Бог нам доверил. Этот слуга был безответственным. Интересно, что мы обычно сравниваем себя с теми, кто нам близок, кто нас окружает, а также с теми, чьи посты мы видим в соцсетях. Мы сравниваем себя с ними. Кто-то в чем-то действительно хорош. И я спрашиваю себя, а в чем я могу сказать, что у меня это очень хорошо выходит? Даже не знаю. Но правда в том, что все мы одарены Богом. Бог поместил нас на планету уникальными. Именно для нашей цели на Земле. Поэтому в 2020 году я задаю себе вопрос. Могу я взять на себя ответственность за то, что Бог доверил мне так, как никогда раньше? Потому что Иисус, рассказывая эту притчу, не заботился о том, что господин Суров, и даже на слова «Я знаю, ты жнешь, где не сеял», он не обращал внимания. Но звучит вопрос «Делал ли ты то, что от тебя ожидалось?» Этот вопрос звучит от Бога в моем сердце каждый день. Ты делала сегодня то, что я от тебя ожидал. Поэтому я хочу задать два вопроса. Какую ответственность я имею в своей жизни за то, чтобы правильно распоряжаться дарами от Бога в мою жизнь? Какую ответственность я несу в своем браке, в семье, в дружбе, в церкви, в обществе, на своем рабочем месте? Потому что я должна правильно распоряжаться каждой возможностью, приходящей в мою жизнь. Я могу выбрать ничего не делать, закопать талант, или сделать какую-то часть, или использовать свой дар по полной. Второй вопрос. Могу ли я взять на себя ответственность и правильно использовать предоставленную возможность кому-то послужить? Даже если я считаю, что этот человек этого не заслуживает. Потому что Иисус призывает нас к служению на более высоком уровне. Не тогда, когда это легко. Мы должны прекратить обвинять других и взять ответственность за то, что Бог нам доверил. Вы должны пройти дополнительную милю в вашем браке. Даже если вы считаете, что ваш супруг этого не заслужил. Может, ваши дети сводят вас с ума. Но можете ли вы поступить по справедливости и выделить им время в вашем графике, даже если они вас достают? Я чувствую, что Иисус говорит нам, «Мне нет дела до твоего начальника, или еще кого-то, кого ты обвиняешь». Я говорю сейчас лично с тобой. Правда, неприятно это слышать от Бога. Всякий раз, когда я приходила к Богу в молитве с жалобами, только представь, что они мне сказали. Они так несправедливы. Я уверяю вас, всякий раз, когда я жаловалась Богу, Дух Божий говорил в мое сердце, «Хорошо, и какова будет твоя реакция?» «Что? Бог? Я думала, ты на моей стороне». «Разве нет?» «Господь, ответь мне». Но Бог всегда был непреклонен. Он утверждает нас в том, что мы призваны именно для этого времени. Поэтому, если вы приняли миссию сделать этот мир лучше, хотите, чтобы этот год был лучше предыдущего, вам нужно смело сделать шаг вперед, а не валяться в самосожалении. «Бог, почему я?» Потому что Он говорит в Матфея 25-29, «Потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет». Итак, что у вас есть? Что вы можете принести завтра? Доброе отношение к людям, жизнерадостный взгляд на мир, великодушие, улыбка. Не обязательно что-то большое. Если вы работаете с 9 до 5, то почему бы вам не приходить немного раньше и не уходить с работы немного позже? Но с чего это вдруг? Да просто потому, что Бог благословил вас прекрасной работой. Он хочет, чтобы вы были ответственными и правильно распоряжались тем, что вам доверено, правильно использовали, дарованные вам возможности. Может, вам нужно начать делать что-то лучше, чем раньше, более старательнее. Бог, измени меня и помоги мне увидеть, что я играю важную роль. Даже хотя порой мы кажемся себе незначительными. Но Бог говорит, нет, ты очень важен. Боже, помоги мне увидеть и понять, что человек, у которого всего один талант, на самом деле тоже очень важен. Бог хочет, чтобы мы сеяли и собирали урожай. Он хочет, чтобы мы приняли на себя ответственность и были усердны. Боже, помоги мне увидеть важность моего ответственного отношения. И третий вопрос. Могу ли я обладать своим счастьем? Способна ли я быть по-настоящему счастливой? А ведь это в наших руках. Когда мы со Стивом поженились, наш первый год не был таким уж счастливым для меня, потому что до свадьбы я витала в облаках. Я считала, что вступить в брак означает, что мы с моим принцем умчимся на коне в прозрачную даль, и он сделает меня счастливой. Наивно? Но именно так я все себе и представляла. Я думаю, не только в браке, но и в других отношениях мы можем чего-то ожидать, но люди не обязаны оправдывать наши ожидания. Делай так, чтобы я была счастлива, и тогда я останусь здесь. Я не могу вам передать, насколько счастливее я стала, когда поняла, что Стив не обязан делать меня счастливой. Конечно, он любит меня, но мое счастье зависело от решений, которые мне нужно было принимать каждый день. Этот нерадивый слуга жил в страхе. Он только и знал, что обвинять других. Он не хотел брать на себя ответственность. Он не был счастлив, и когда Господин вернется, он станет еще более несчастным человеком. Возможно, он, как и я когда-то, считает, что это все остальные крадут у него радость и разрушает его жизнь. Я сама это пережила. Обвинять других легко. Легко считать, что ты будешь счастлив, если вступишь в брак с этим человеком, если получишь эту работу, заключишь эту сделку, если у тебя будут такие-то друзья, и ты будешь иметь столько-то денег. Но правда в том, что те, кто постарше, могут засвидетельствовать, что когда мы были выпускниками, мы понимали, что впереди нас целая жизнь, и мы готовы были идти вперед. Ведь впереди столько возможностей. Как мы себя ощущали? Мы были в восторге. Много ли мы имели? Нет. Но нас наполняла радость о будущем. Но в жизни мы обжигались. Бывало, мы не понимали, почему жизнь так несправедлива. Порой приходилось отложить в сторону свои мечты. Но, дорогой друг, я здесь, чтобы сказать тебе, подними голову. Тебя ждет яркое будущее, потому что с тобой Бог, и у него насчет тебя чудесные планы. Я почти уверена, что сейчас на вашем банковском счете больше денег, чем тогда, и вы живете в лучшем доме, чем в молодые годы. У кого-то есть классные друзья, кто-то вступил в брак, но спросите себя, вы сейчас счастливее? Дело не в том, кто ваш муж или жена, и не в том, в каком доме вы живете, или сколько у вас денег. Все дело в том, что происходит внутри вас. Ваша радость зависит только от этого. Когда я познакомилась с Христом, моя жизнь радикально изменилась. Я не могу передать вам, какие мне жизнь порой подсовывала разочарование. И сколько было проблем, но я захвачена тем, что ждет меня впереди. Я захвачена этим во имя Иисуса. Поэтому выберите сегодня быть счастливым человеком, быть благодарным человеком. И с благодарностью воспринимайте то, что Бог уже сделал для вас. Вспоминайте об этом. Одна из наших пасторов, Рэйчел Браун, работала с нами по рабочей визе. Она из Австралии. Когда она проработала в церкви 12 лет, она ощутила, что ей не стоит возвращаться, что здесь ее место. И мы тоже так чувствовали. Мы начали молиться о том, чтобы ей продлили визу. Но все же после 12 лет ей сказали, что она должна покинуть страну. Я помню, Рэйчел поделилась со мной, что в вечер перед этим она имела чудесное время с Богом и ощутила, что все будет хорошо. Да, все хорошо. Но ей все же пришлось вернуться в Австралию. Все пять лет после того, как Рэйчел вернулась в Австралию, она по-прежнему была очень счастливой. Она активно служила там все эти пять лет, но сейчас она снова с нами. Не место определяет твое счастье и не то, где ты работаешь. Но, Бог, я доверяю тебе всю свою жизнь полностью, без остатка. И я знаю, что ты за меня. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус. Описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. Вы можете быть другими. Вы можете относиться к жизни так. Я видела Бога в действии. Поэтому, несмотря на то, что какую боль мне довелось пережить или приходится переживать, я теперь имею силу все преодолеть. «Благодаря». Спасибо, что смотрите наши программы. Благодаря верной поддержке наших партнеров мы можем транслировать наши программы и возвещать Евангелие по всему миру. Став нашим партнером, вы сможете изменить судьбы людей, которые придут к Богу через наше служение, В местах, куда мы не сможем попасть телесно. Чтобы стать партнером, просто зайдите на наш сайт. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok